Младые, активные и необыяковые. В ланте ОРБРСМ с энтузиазмом допомагают ветеранам войны, пожилым и людям с обмежеванными махчимостями. Иные прибирают снег, приносят леки, ходят за продуктами. Робятся все для того, чтобы люди пожилого взрослого не отчували себя одинокими. Подробнее расскажет Вольга Уласовец. Пенсионерка Олимпия Сергеевна с тяжкостью перасовывается по квартиры, а по продукты сходить дык целое выпробование. Но все изменилось, когда я ехать, под свою опеку взяли волонтеры. Теперь раз на тыдень приходят помощники и по списке купляют все необходимое. Когда пожилые люди радуются, счастливы, они понимают, что они не одни, что о них заботятся, тогда им не радостно на душе. Мы получаем улыбки на лице. Мы очень рады, что мы знакомимся с какими-то новыми людьми. Особливо, дорогие, такая допомога зараз под час коронавируса, коли выход в магазин для пожилого человека – это великая ризика. Сходить за продуктами, купить леки, навык знайсти и доставить редкий препарат с другого города. Для их нема невыкональных справ. Мне нужно было такое лекарство добыть. В смысле, нигде не было, так сказали, только в Минске. Только мне волонтер помог. И когда рядом такие люди, хочется жить, даже болячки отступают. Коли хопая сил и часу на учебу и на волонтерстве, необъяковая молодь активно допомагая пожилым людям с хатними справами. Особливо актуальна такая добрачность у зимний сезон. Почас великих снегопадов юнаки и девчата запустили челлендж «Прыбяром снег разом». Из энтузиазма начали расчищать стежки, подворки, территорию колясоциальных объектов. Волонтерство – это помощь людям. Мы ничего не требуем взамен. Это, да, на радость приходится. Мы помогаем людям и люди тоже нам что-то рассказывают. Это труд, это нравится. Я помогаю старшим. Это приносит удовольствие. Причем Вартат значит, что такая суместная праца приносит корысть не только пожилым людям, а и самой молоде. Когда переймаются в опыт старейшего поколения, прозвучаются до физичной працы. За нашим волонтерским отрядом закреплено 8 узников концлагерей фашистской оккупации. Ребята в разный период времени оказывают посильную помощь, какую только возможно. А для семейной пары наставников черговый визит в учня учистинской средней школы – это еще и про молодость. Бо они все житёк присвятили школе и встречу с новым поколением за усёды у радость. Они на прошлое часто, але мы не завсёды их берем до себе, тому что стараемся сами обвестись, а им потребно учиться. Але приходятся такие моменты, коли потребна коллективная допомога. Мы сами працевали вот с такими детскими, и не один раз мы уже часто вспоминаем. У нас есть общий телефон молодежной линии, пожилые люди обращаются на эту линию. Также у нас есть ветераны войны, закрепленные за нашими волонтерами, они оказывают на постоянные пословия им помощь. Треба отзначит, что только на территории Молодежинского района створено 26 волонтерских отрядов, у которых задейничано 400 человек. И разом им по силах любая добрая справа.